В Заинске прошло очередное выездное заседание градостроительного совета. В этот раз глава района Разив Каримов и другие члены градостроительного совета осмотрели семь объектов. Первый адрес – улица Октябрьская, дом 7А. Необычное здание с яркими элементами архитектуры приковывает взгляд жителей. Многие гадают, что же будет внутри. Индивидуальный предприниматель Накия Исмайлова объясняет, что в ее планах приспособить помещение под вещевой магазин. На небольшом расстоянии от него новый мебельный магазин строит индивидуальный предприниматель Юлия Пущаева. Нам разрешили строительство продолжить. Надеемся, что, конечно, все в срок закончим. Сейчас уже такой сезон горячий, что нужно нам все успеть. Мы обещаем. График на работе какой? 30 августа? У нас как бы до 9 сентября у них разрешение, но мы договаривались. На дирекспублике тоже самое. По адресу улица Строителей, дом 1 ведется строительство здания, которое по замыслу предпринимателя Игоря Токмакова будет сдаваться в аренду. В настоящее время территория обнесена забором, внутри ведутся сварочные работы. Примечательно, что заборы загораживают при выезде со двора соседнего дома часть проезжей дороги. Здесь уже зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие. ГИБДД вынесло предписание убрать часть забора, либо сделать его прозрачным. Однако из-за сварочных работ убрать забор тоже нельзя. Не хотелось бы просто, потому что как раз дети ходят, постоянно окалено, постоянно работы ведутся. Не дай бог кого-то в глаз залетит. Будет хуже, когда на кого-то наедут опять, потому что дети выбегают, тут им ничего не видно. Но это... Поставим знаки. Отдельного внимания заслуживает архитектурное решение реконструкции торговой базы Накрад. Все помещения были построены здесь в далеких 50-х годах и заметно поизносились. За реконструкцию взялся индивидуальный предприниматель Анатолий Шалафаев. Эти здания после обследования просто, как бы сказать, поднимаем. Эстетичный вид, реконструкция с пристроем. Заменили кровли того здания, значит, да, и здесь меняется кровля, остается последнее здание. Торговый центр продуктовый, в городе его еще нету. Один из таких крупных российских продуктовых ритейлеров, значит, дискаунтеров. И крупный вещевой на 1600 квадратов, то есть это одежда, обувь, детская, хвостовары, игрушки. Еще одно здание будет гаражным помещением под 8 машиномест. Новшеством для Заинска станет автомойка, где желающие смогут помыть свой автомобиль самостоятельно. Сдать эти объекты в эксплуатацию предприниматель планирует в начале августа. Одним из проблемных является объект, расположенный по адресу улица Баныкина, дом 4. Это здание и территория вокруг него сейчас в собственности СН Продакшн. Хозяева обнесли территорию забором и как будто забыли на долгих 5 лет. Представитель компании не дал членам городостроительного совета никакой вразумительной информации о будущем этого объекта. Обнесен забором и котлован в микрорайоне Новый город. Собственник фирмы ШИФА также не предпринимает по отношению к нему никаких мер. Мы обращались к вам с письмом о том, что хотя бы уступили эту землю администрации, муниципалитету. Мы тут планировали сколу, не ответ, а не привет. Ну, в общем, у меня руководитель сейчас переговоры ведет по продаже этой земли как раз таки. Переговоры по сетевой компании это отпали? Да, сетевая компания. То есть от варианта отпадает? Да. Жизнь доброй воли с вашей стороны, чтобы мы дальше дружили. Вернуть, наверное, лучше муниципалитету. Потом табличку написано о том, что эту землю подарил нам компания ШИФА. Да, ШИФА. И дети будут благодарны вам. Отметим, что в состав градостроительного совета входят уважаемые люди Зайнска, компетентные специалисты, которые проводят общественную экспертизу долгосрочных проектов. Выездные заседания совета проводятся на регулярной основе. Много работ проводим еще и в кабинетах. Там согласовываем в своем совете эскизные варианты, различные оборудования наших объектов. Люди приходят, это нас тоже радует. А для них это тоже какое-то спокойствие, то, что согласовали строительство. Сегодня 6-7 объектов мы посмотрели, кроме двух, которые являются уже собственниками Лениногорца и Альметьевса. Это Елабужане, значит, компания оттуда. Наши приступили своих слов, которые мы протокольно зафиксировали, они выдерживают. И фактически 4-5 объектов мы в конце августа, уже день республики, вот сегодня договорились, откроем. Распахнет свои двери в конце августа и магазин по адресу улица Баныкина, дом 5А. Этот остановочный павильон имеет непрезентабельный вид. Было принято решение отремонтировать фасадную часть здания. Индивидуальный предприниматель Римма Вафина обещала все работы окончить в поставленные сроки. Айгуль Ярулина, Александр Тимофеев, Денис Ипатов. Новости Татарстана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...